С высокой степенью уверенности можно утверждать, как любят говорить наши западные партнеры, что начиная с событий 2014 года, самой большой и длительной головной болью для России стали события на соседней Украине, попросту превращенные Западом в собственный антироссийский плацдарм прямо у нас под боком. За исключением единственного светлого момента с возвращением Крыма, все остальное, происходящее в этой бывшей братской Советской Республике по отношению к Российской Федерации и собственному не только русскоговорящему населению, по-другому, кроме как полным кошмаром, назвать нельзя. И это все не может не беспокоить российское руководство. При этом большинство собственных же граждан это самое руководство и обвиняет в слишком мягком отношении к откровенно нацистскому режиму, пришедшему к власти в соседней стране после госпереворота 2014 года, а главное, в не сильно понятной обычным людям позиции РФ по Донбассу. То есть позиции-то вроде как и есть, Донбасс мы не бросим. Говорят наши вожди, ну а не бросим, ну. Но тут ведь еще много всяких вот этих но, во всех нюансах которых простому гражданину ориентироваться крайне сложно. А это и свои собственные экономические интересы, которые хоть и в урезанном состоянии, но все-таки у РФ и отдельных российских компаний на Украине еще значительные, и Северный поток-2, который никак не можем достроить, и всякие другие санкционные, несанкционные отношения с консолидированным Западом, включая открытые попытки последнего расшатать всеми способами российский режим изнутри, и неясная позиция других наших соседей, включая постсоветские государства, и достаточные военные риски, и много чего еще другого, в том числе чисто гуманитарные проблемы жизни людей на так называемых территориях с непризнанным или неопределенным международным статусом. А это относится не только к Донбассу сейчас или в будущем, но и к Крыму, и не только к нему. Может ли быть какое-то такое решение украинского вопроса со стороны России, при котором все эти но были бы если не решены, то максимально учтены с целью минимизации возможных негативных последствий для самой РФ. Оказывается, может. И возможно, есть один из возможных. Самым разумным выходом из сложившейся ситуации является возвращение в родную гавань, вслед за Крымским полуостровом и всей остальной бывшей в СССР, за исключением самой пробандеровской ее части, Галичины, которая и Украиной-то на самом деле не является, и никогда ею не была. Причем, как бы это ни показалось кому-то странным, этот вариант, скорее всего, устроит абсолютно всех вовлеченных в процесс игроков, за исключением США. Но их в принципе вообще не устраивает все, что делают не они сами, или чем они, как минимум, не руководят. Так что тут ничего нового. А Россия в данном случае не просто убивает двух зайцев одним выстрелом, эти самые зайцы буквально выстраиваются в колонну по одному и падают сразу не менее, чем десяткам. Но об этом чуть далее. Я понимаю, что тут сразу возникает вопрос, а как это у нас получится вернуть всю остальную Украину в родную гавань. И вот это бы я оставил на потом, а сначала посмотрел на то, что это может нам дать. Исходя из того, что возможные к применению способы достижения цели, лучше рассматривать после реалистичной оценки важности самой этой цели. Стоит ли оно того, если сказать проще? Что с этого может получить Россия? Для начала будет прекращен семилетний конфликт на Донбассе, чуть ли не каждый день уносящий жизни людей. В Крым пойдет вода, а также появится еще и прямое сухопутное сообщение, с мостом уже сквозное. А Азовское море опять станет внутренним. Прекратится, наконец, постоянное унижение и ограничение в правах русскоговорящих граждан нацистским украинским режимом. Мы получим обратно под свой контроль огромную территорию с близким нам населением в более чем 30 миллионов человек, с гигантским экономическим потенциалом и еще большим военно-стратегическим значением на европейском континенте и в регионе Черного моря. Беларусь будет с трех сторон защищена нашими братскими объятиями. Наличием общей границы с Приднестровьем сразу решится не только существующая с момента развала СССР проблема безопасности этого региона, но и вполне возможно кардинально изменится политический расклад в самой Молдавии. Да, ну и как же без трубы, вся украинская, а на самом деле советская, ГТС и вопрос транзита газа через нее перестанут быть постоянным камнем преткновения в различных внешнеполитических прениях и даже международных коммерческих проектах типа СП-2, которые по большому счету только из-за этого и тормозят постоянно. Так, как сегодняшняя украинская администрация из этих договорных цепочек просто исчезнет. Как исчезнет и сам этот опасный псевдогосударственный нарыв прямо у наших границ, постоянно создающий столько боли и беспокойства. Да и вообще этим точно решится еще множество всяких иных вопросов, как недавно назревших, так и возникших еще в результате развала Союза. Ключая и самые обычные человеческие бытовые. Много лично мне знакомых людей реально боятся ехать на Украину к семье или на могилы близких. Были прецеденты. Избивали и резали колеса на автомобиле прямо на кладбище просто за московские номера. Или можно, например, спросить у наших дальнобойщиков, как они себя чувствуют на этой богом забытой земле. Многие на пути в Южную Европу лучше делают крюк в несколько сотен километров через Беларусь и страны Шенгена, лишь бы туда не попадать. И таких примеров из обычной жизни множество, к сожалению. То есть выгод от возвращения всего этого в родную гавань более чем достаточно. Но, как ни странно, выгода приобретателями в данной ситуации вполне могут стать даже и некоторые наши заклятые партнеры на Западе. Европейцы вообще и немцы в частности получат свой газовый транзит без эксцессов со всех сторон, по приемлемой цене и на предсказуемых условиях. И могут продолжать себе спокойно строить свою зеленую энергетику, не боясь при этом замерзнуть, если что. Да и от долговременно тлеющего прямо у порога Шенгена вооруженного конфликта Европа, несмотря на всю свою якобы проукраинскую риторику, далеко не в восторге. Неизбежно порождаемая всем этим криминогенная обстановка, включая незаконный оборот самого разнообразного оружия, неизбежно просачивается через не особо хорошо охраняемые внешние границы ЕС, от абсолютно непредсказуемых действий, насквозь погрязших в коррупции украинских вождей, все там тоже порядковые восточноевропейские натовцы, поляки, скорее всего, сразу или чуть потом, но тем или иным способом получат в свое полное распоряжение часть украинской территории, которая ранее была, можно так выразиться, их собственностью, эту самую галичину. Сложно себе представить, что этот кусок земли, по отделении от Украины, останется хоть как-то самостоятельным, если уж у самой незалежной это не получилось. У США к прямому управлению такой мелочи пузатой в геополитическом масштабе, вряд ли возникнет интерес, спишут на подчиненных, а среди соседей у Польши вряд ли возникнет адекватная конкуренция, так что ей тут и карты в руки. Это, кстати, поможет решить еще одну важную проблему на данной территории, так называемое Бандеровское движение. Сейчас это все поляки терпят в соседней стране с трудом, и то исключительно из современной политической необходимости, или может быть прямо по приказу из-за океана. А вот во второй половине 40-х лет прошлого века, сразу после окончания войны, когда на польской и чехословацкой земле тоже массово орудовали бандеровские отряды, ни малейшего сочувствия к ним наши восточноевропейские соседи не испытывали, даже еще и не будучи тогда официально братскими и социалистическими. И это как раз в отличие от того же самого в СССР, где ради якобы сохранения добрых межнациональных отношений внутри страны, с членами этих бандформирований обращались аж слишком мягко. Большинство их у нас было захвачено и разоружено, кое-кто потом получил срок, а многих вообще амнистировали и буквально распустили по домам, братский же народ, украинцы. Пожалели. Теперь это именно они и их отпрыски последыши, как раз и маршируют по всей Украине с факелами и под нацистскими знаменами. А у чехов и поляков подобных моральных проблем не было, и они их просто уничтожали. Всех. Под корень. Такой приказ там получили в самом начале 1946 года все части армии, полиции и погранвойск, направленные на ликвидацию вооруженных банд. Даже тех бандеровцев, что сдавались в плен, как правило, расстреливали сразу после допросов. Уж очень много зла натворили эти люди везде, где появлялись. Так что и при всей их русофобии ожидать от поляков неких милостей к последователям этих лесных героев не стоит. Если русских в Польше недолюбливают и побаиваются, то всякую бандеровскую мразоту не боятся совсем, при этом люто ненавидят, и это уже даже не из-за политики, а прямо на народном, генетическом уровне. То есть от этого можно ожидать и решение еще одной давней проблемы – дебандеризацию, если так можно сказать. Если кто-то не верит, так это исключительно по незнанию истории, поляки их просто сотрут с лица земли, как только у них на это появится реальная возможность. Из вышеперечисленного следует, что тут даже и с явным противником, некоторым образом можно пусть частично, но договориться, заключить так сказать, взаимовыгодный пакт. Было уже и такое в истории. Может и негласный. Они там покричат, конечно, для порядка и оружием у границы побряцают, а сами просто подождут завершение операции. И если воевать за Украину поляки не пойдут, а они не пойдут, то уж все остальные европейцы и подавно. Да и американцы не будут. Не зря они всеми силами и везде подчеркивают. Украина не НАТО. Ненужную военную технику продавать, на Россию науськивать, это одно. А вот вступить из-за всего этого в новую мировую войну, с равным себе по силе противникам, это совсем другое. Санкции. Но это будет, конечно, наверное, даже жесткие. Может и от Свифта наконец-таки отключат, хотя и это вряд ли, как потом за те же нефть и газ платить. Хотя и без Свифта жили же мы как-то раньше. Вот и в этот раз не подохнем. Может даже и новый железный занавес появится. Но надеюсь, что все, у кого есть мозги, уже давно поняли, что санкции против РФ это не за что-то, что Россия делает как-то не так, это против России вообще. Чтобы не развивалась. Как раз за то, что она сама для себя делает правильно, и всячески саботирует так нужный Западу процесс своего собственного уничтожения. Они-то в 90-х уже думали все, конец нам. Порадовались было. А тут такое. Так что все эти самые санкции, которые смогут, они против нас и так введут. Они найдут предлога, так сами же его и слепят Скрипали, Навальный, химоружие, права человека. Даже допинг у паралимпийцев наших, все из той же серии. Может и войск побольше границам подтащит, ударные ракеты в шахты своего европейского пронаконец открыто поставят. Разница будет только в том, что в случае успеха описываемой операции, противостоять всему этому будет не просто Россия, а нечто уже гораздо более похожее на Советский Союз. И это совсем другой расклад. Свой железный занавес в этом случае им уже придется ставить на собственных границах, а не на российско-украинской. А народ наш поддержит, это точно. Еще больше сплотиться, это наша национальная черта. Стоит вспомнить тот подъем патриотизма, что случился после возвращения Крыма. А если это будет вся Украина? С возможным призом, в случае выигрыша, вроде разобрались. Я понимаю, что тут сейчас некоторые скажут, сколько туда еще денег вкачать надо, сколько неподъемного труда вложить, сколько подонков разных перевоспитывать, которых там за последние 30 лет массово вырастили. Все правда. Но только подонков там пока все равно далеко еще не большинство населения, а все остальное нам тоже далеко уже не впервой. И оно того стоит. Однозначно. Во время Великой Отечественной мы за эту землю миллионы жизней положили. А она при этом находилась в гораздо худшем состоянии, с чисто технической точки зрения. А в этот раз такие жертвы точно и не понадобятся. Да и подонков этих самых тоже привлечь можно к восстановлению всего того, что за 30 лет они же и раздолбали, как когда-то немецких военнопленных. Самых щирых, что не успеют или не захотят смыться на запад, организовать соответственным образом, жестко, и, 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 марш колоннами по четыре на объекты народного хозяйства. Да, и приодеть их всех, конечно, в теплую и комфортабельную рабочую одежду. Как? На то, что режим в давно уже не незалежной Украине, являющейся, по сути, западным протекторатом, сменится неким законным образом, рассчитывать не приходится. Особенно взглядом к последним починаниям тамошних властей по жесткой зачистке всего, что можно назвать внутренней политической оппозицией. Для крымского сценария прямо сейчас на всей украинской территории свободное волеизъявление населения точно так же обеспечить вряд ли получится. Там в качестве гарантии выступала база Черноморского флота РФ в Севастополе и еще кое-какие серьезные силы. А этого всего у нас на Украине нигде больше нет. Пока. Абсолютно маразматические действия украинской власти во главе с президентом Зеленским в последнее время явно указывают на то, что ни к какому компромиссу с Россией и Донбассом Украина под их руководством точно не стремится. Скорее прямо наоборот. Хотя не совсем понятно, на что собственно тамошняя элита рассчитывает. Что-то типа заграница нам поможет. Ага. Уже помогла. На примере вакцин уже все, по-моему, стало достаточно ясно. Так неужели в Киеве верят, что за них Запад будет проливать кровь своих солдат? Не говоря уже о том, чтобы поставить под угрозу вообще собственное существование. Как бы это ни казалось странным, но похоже именно в это и верят. Тем лучше. Самые настоящие боевые действия на Донбассе уже разгорелись с новой силой. Судя по всему, пойдут они уже только по нарастающей. Или если кто-то считает, что 100 прилетов тяжелых калибров в день это не война, то что тогда? То есть РФ, как гаранту выполнения минских соглашений, явно придется наконец исполнять свои обязанности. Тем более, что все от нее именно этого и требуют. Вопрос теперь только в том, какими рамками Россия сама же себя в этой миссии ограничит. И ни в чем больше. Если рассматривать вышеописанный план, то точечный, но массированный ракетный удар по местам принятия решений, стратегическим складам и местам дислокации тактических сил, думаю, будет в самый раз. Это сразу же после официального объявления операции по принуждению к миру. Мы же, как говорится в классике, чтим Уголовный кодекс и всеми любимое международное право. А потом надо будет повторить, чисто в военном смысле. Опыт 1968 года в Чехословакии – образцово-показательный захват целого государства, практически без потерь и особых эксцессов. А в этом случае и на слабое сопротивление населения, типа чехословацкого тогда, вряд ли можно рассчитывать, ни за кого и ни за что там людям стоять, и они это прекрасно понимают. Сопротивление отдельных воинских частей, скорее всего, от чешских отличаться будет мало, а может и вообще в этом как раз и крымский расклад получится, очень даже вероятно. Теоретически, чешский вариант может и без предварительного ракетного удара выйти. У меня для оценки ситуации нет адекватных разведанных по Украине, но у кого надо они, уверен, есть. Так что им виднее. Активных бандерлогов по возможности вытеснить на Галичину. И оставить там полякам, пусть разбираются. По-моему, вполне себе реальный план. В качестве рассуждения на данную тему. Я же не политик и не действующий военачальник, вполне могу себе такие рассуждения позволить. Чисто в теоретической плоскости, естественно, никого ни к чему не призывая. А реальное решение, конечно, в руках у тех, у кого в руках и реальная власть. Путин как-то помнится, сказал. Если драка неизбежна, то бить надо первым. Драка с украинским режимом, если это можно так назвать, судя по всему уже неизбежна. Так будет ли в этом случае, наш президент вести себя соответственно своим же заявленным принципам? Или есть какой-то другой план? Он сам не раз также говорил, что играет в долгую. Но последних семь лет в отношении с нынешней Украиной, как мне кажется, это уже достаточно долго. Все, что должно было стать видимым и понятным за это время, уже точно таковым стало. И у всего, даже самого долгого, где-то должен быть конец. Кто-то скажет, что к такому мы еще не готовы, мол, еще недостаточно сильны. И тут снова обращусь к истории, июнь 1941 года, к войне тогда уж как готовились. С самого начала 30-х почти. Если не еще раньше. И армия у нас тогда изначально уж точно не хуже германской была, и разведка работала, и во главе государства тоже далеко не дураки стояли. А противник нас вроде как все равно умудрился застать врасплох. Чуть страну не потеряли. Отбивали потом все обратно за страшную цену, с неимоверными усилиями и жуткой кровью. Может, не стоит повторять собственных ошибок. Особенно в ВОВ, которую ставим везде и всюду всем, а главное себе самим, в пример. Ведь то, что весь действительно братский нам украинский народ, готовят просто-напросто на убои, причем в войне против нас же, непонятно разве что полному идиоту. А места на отступление у нас в сегодняшней позиции уже гораздо меньше, чем в 41-м. Так что снова подождем и снова не будем поддаваться на провокации. Или все-таки примем правильное решение и главное вовремя.